всем привет дорогие друзья в общем мне благодаря одному хорошему знакомому коль привет попал в руки вот эта чудная карта это вуду rush которую свое время яростно заплевали критики которые в целом как продукт была крайне неудачно вот мне хотелось ее там пощупать вообще посравнивать и планировал я изначально это видео для того чтобы эту карту сравнить и там с первым вуду который вот у меня также от даймонда присутствует и посмотреть что эти карты там вдвоем мог в процессе да все это опять выросло обросло кучами идей превратилась в такой громоздкий огромный материал который я сразу хотел объединить в одном видео и все это вывалить вам значит на обозрение чтобы понимать да давайте вообще вернемся к этой истории сначала в девянос шестом году первый 3d ускоритель выпускает 3d fx вот этот вот буду один по мнению компании который имел основной недостаток отсутствия 2d ядра то есть он подключался через кабель байпас да то есть от 2d карты существующей в компьютере почему-то это считали таким лютым недостатком и 3d fx начала активно работать чтобы сделать такое полное решение включающихся и 2d ядро и 3d ядро и соответственно они нашли компанию по партнер причем там по 2 было потом в этом случае здесь чипы это альянс выпускал семикондактор и они вместе с ними изобрели вот это по деле то есть посуду по сути вуду один но чипы там модифицированы они назывались sst-1 вот от 2d ядро вот это альянс это как раз от 25 и себя представлял что они тут наворотили они взяли 6 мегабайт памяти и сделали общий и для 2d и для 3d и причем программное обеспечение при работе с 3d ядром 3d fx-овским вынуждено было все равно обращаться к 2d в общем в итоге из-за всех этих разных там задержек памяти все это получилось очень коряво медленно и в скорости проигрывал очень сильно даже первому вуду при этом ну сама карточка да вот это здесь youtube подает достаточно хорошую картинку 2d прям яркую для аналоговых мониторов она очень хороша была причем еще эти платы выпускались в виде еще где 3d ядро 3d fx было вторым этажом вот так вот выглядит да и вот этот вот драйвера для карт с двух это со вторым этажом так называемый с дочкой они там имели приписку к названию dual а сингл это вот такие вот одноплатные как вот эта карточка вот если вы будете с этим к сталкиваться имейте ввиду еще собственно такой вопрос у меня был люди когда собирают ретро сборки себе они вот эту первую вуду пихают 486 пенки умы чего угодно на самом деле для чего какой промежуток временные карты зачем целесообразно чего и ставить и с каким назначением я вот это тоже хотел момент немного осветить вот ну и понять как там производительность тоже там масштабируется не масштабируется на ней в общем очень много вопросов очень мало ответов у меня был на тот момент и собственно что я затеял давайте для того чтобы понять в целом весь этот концепт посмотрим что творилось на рынке как это все выходилось что зачем и что вообще происходило вот этот период с 96 до 98 года на общем я сделал такую табличку в которой отразил сразу там выход процессоров intel а м.д. продуктов 3d fx nvidia версии директ из которые менялись и игры которые выходили по тем временам и отразил это за три года 96 97 98 год уже извините я не не силен в автор эффекции я вообще не умею поэтому я умею excel его вам и показываю извините сорян короче в январе вышел pentium 166 мегагерц и вышел дюкнуть им 3d который там шел еще на 5 x 86 и отлично работал на 133 мегагерц в первом пинке там на сотном все зашибись он на 486 нам быстрых на сотах отлично работал в марте а м.д. разродилась с к 5 со своим с первым который 75 100 мегагерц самый максимум максимальный был по частоте в девяносто шестом году выходит pentium 200 это не не путайте с pentium x это обычный pentium 1 который мог 200 мегагерц появляется вторая версия direct direct x и выходит quake 1 от id software вот который там все отлично знают и начали его гонять на на чем только тогда у всех было вот благом никаких там акселераторов там не тро не требовал и и не не нужны были он полностью там софте работа в сентябре 96 года выходит direct x 3 вот в октябре появляется amd k5 уже с частотами 120 166 мегагерц вот у него ценник был 75 100 долларов естественно гораздо дешевле был чем intel продавал свои процессоры да видите вот и выходит в октябре тот же первый вуду то есть первый вуду вышел на тот момент когда из процессоров было у intel 200 мегагерц обычный процессор амд был 166 мегагерц все вот здесь они там позже какие-то не еще появились вот и в январе выходит pentium mmx 166 200 мегагерц и сразу же выпускают уже в поддержку версии джель квейк для вуду то есть ну соответственно там ноябрь в декабре он там под новый год они выпустили продукт чтобы под на новогодних распродажах его начали все брать вот и в январе вышел уже патч для койка который позволял всем известный вот этот красивенький квейк играть и на нем там все прекрасно работало именно вот на эти 166 200 ммк также там появляются патчи к томбрайдеру там где сценту начинают массово появляться вот как раз в этот период по сути вот эти размазанные текстурки покорили мир народ визжал от восторга в марте девяносто седьмого года выходит не фоспит 2 всем известным который там имел версию special edition которая поддерживала буду я не обошел эту игру стороной своих тестах вот и смотрите в апреле как раз 3dfx выпустил свой вот этот многострадальный вуду раш вот причем это там еще двухэтажный вариант тот который я обозревал он чуть чуть позже появился вот amd сподобилась процессором тоже с ммкс поддержкой ммкс на 166 200 мегагерс в апреле на 4 месяца позже intel вот но и видите тоже по цене они практически в два раза фигачили intel вот и выпускали этот ценник все равно очень высокий вуду один стоил 100 баксов данный момент выхода вот а nvidia зафигачил свою риву 128 дальше в мае смотрите выходит pentium 2 кат май с конским ценником но это еще цветочки самый конский был вот здесь вот вот здесь intel курнули нормальный дуре его не выкатили проц 300 вегагерцевые с ценником в 2000 долларов дает космос был полнейший и в июне девяносто седьмого года выходит версия pentium 203 233 mx это самый мощный процессор для сокет 7 стоил 594 доллара и по сути по скорости ну где-то был приближен к pentium 2 233 они уже не стали дальше их развивать и гнать и потому что это бы противоречило и мешал по продажам других своих продуктов вот но соответственно смотрите в июле дальше выходит pentium 2 кломат до 300 мегагерц и про который был сумасшедший баба который стоит вот появляется в сентябре дешуц новая архитектура pentium 2 вот у них уже там ценники подопустились 266 300 мегагерц мдм молчит вот у них ничего пока нет у них они все сидят на своих к 6 вот и ничего не пускают уже вышел за 772 доллара 333 мегагерцевый диск шутц и соответственно в декабре 97 года вышел квейк 2 и на тот момент уже имелась рива 128 имелось и вуду и вуду rush у 3dfx и соответственно они ну и рассчитан этот эта игрушка была на производительность там pentium 2 до причем она совершенно классно в минимальном разрешении там софту в софтом и гоняло на двухсотых там 100 6 166 и двухсотых pentium х ммкс вот здесь была у них отличной оптимизации все хорошо дальше смотрите в марте вот начинается вся крутизна выходит вуду 2 выходит 3 в 128 zx вот этому страдали это вот это два совершенно сырых продукт которые близко даже не составляли конкуренцию там вуду да по не то что по с производительность производительности окей но пока что драйверов это был полнейший трэш там нужно реально люди по по тем временам сидели и чтобы выиграть в определенную игру стали определенную версию драйвера еще они у них там что-то в системе перекорячивали не постоянно там это винду 95 переставляли и мучили но в общем ушлак полнейший творился выходит не фоспит 3 очень прожорливая игра вот и спустя два месяца в мае выходит анрил при этом тут успел выйти pentium 2 дешевых на 350 400 мегаерс да и ценник у него но относительно был приемлемый ну не вот такой хотя бы да вот а мд разродилась наконец к 62 они в мае выпустили свой 266 333 мегагерца технологии 3d now и вот это вот это как не складен товарищи прям его перефразирую это была первая волна обожание мд потому что ммкс народ не понял интеловский чем там делал и зачем он был нужен а 3d now обещал ускорять игры вы чего и сразу и ценник такой видите гуманный да для для людей там 280 баксов 300 мегагерц и проц все конечно круто правда там с памятью работать не умеет но отчет брать нам продавать как надо и помели и смотрите на самом деле анрил вот до этого момента до выхода в мае 98 года разрабатывался три года три года они пилили этот код там куча наворотов можете открыть википедию посмотреть особенности этого движка там много всего интересного первая игра в которой детальные текстуры реализовали там освещение цветное ну квейк 2 там тоже как бы отличился но у них это там по другой технологии все делается очень круто и они с момента того как вот этот первый буду вышел вот это вот кусок полтора целый год 90 мы потратили чтобы прикрутить и вот эту вот поддержку глайда к движку анрил благо у них все получилось очень быстро и хорошо и анрил на тот момент затачивался под работу с первым вуду но они а в требованиях у себя там показали 166 ммк да вот этот процессор вот это естественно по полный шлак ничего не работало на нем и по-хорошему на момент выхода естественно не угоняли ты стены каких-то трехсотых пинках вторых вот и вот этот если взять трехсотый пентиум и взять там первый вуду 640 на 480 анрил работал дальше смотрите в июне появляется целерон да это 159 это великий проц 300 мегагерца который народ гнал до 500 мегагерц умножаем увеличивая шину до 100 мегагерц и который обгонял топовые вторые пентиумы причем стационарные 150 долларов было а воду выпускает большие вот но это который воду 2 вместе с 2 с 2 до ядром а nvidia наконец-то сподобилась первой приличной видеокарты его тнт вот и соответственно рива тнт по сути своей конкурировала должна была конкурировать с воду 2 но не осилил с воду 2 рива тнт 2 уже более-менее стал паритетно но 3dfx выпустил уже воду 3 на тот момент но это уже история 99 года мы сюда не заходим но давайте до конца года пробежимся до в августе 98 в год смотрите пентиум 2 выходит 450 мегагерц за по цене 670 долларов а mdk 62 выпускают свои модели на 350 мегагерц вот он он стоил там 317 долларов выходит direct x 6 и в сентябре выходит патч с поддержкой директ x для анрила анрил не умел ничего кроме софтового режиме и глайда вот еще был там у них up in jail но партнеры там матрикс и прочие надавали таких кривых своих этих реализации этого панжиева что это было сделано просто отвратно отсюда и анрил так и не умеет нормально работать с open jail в ранних версиях и смотрите mdk 6 выпускается еще 300 мегагерц это не к 62 именно к 6 это которая не выпустили после поглощения next-gen компании вы помните это видео отдельно рассказывал и вот они вот эту раскачали его до 300 мегагерц и я не видел этот просто но видео для каких-то сегментов он был востребован ценник у него 229 долларов и дальше в этом году произошло только одно большое значимое событие в ноябре вышел соответственно half-life на half-life основался на движке квейк 2 движок этот был переделанный там по большому счету там много чего было добавлено поэтому когда вышел half-life хорошим для него оптимальная система была та которая являлась нормальной на момент выхода это не надо брать топовый 450 а какой-нибудь 300 и там 300 50 пентиум 2 вот каким-нибудь там вуду 2 там было нормальный для этой игры не вот они они 166 mmx там два года назад который вышел там мире или там 166 простой который вышел еще три года назад тем темпом развития и процессоров и 3d графики в те времена это год уже был огромной пропастью между там моделями карт между вуду 1 и вуду 2 пропасть просто по производительным чем я давно заметил что они все специально занижали минимальную планку чтобы люди покупали вот им главное нужно было продавать продукт они занижали планку продавали это все под люди плевались и вот и шли за покупали новое железо чтобы играть в эту игру и так далее вот и эта тенденция повсеместные и минимальная планка системных требований совершенно не обозначало что эта игра будет там на минимальных настройках там с минимальным качеством графики вам давать там плавный геймплей это уже позже появилось это уже fps и начали считать гораздо гораздо позже в то время вообще никто эти fps и не считал всем пошло гладко и зашибись все ну и соответственно в ноябре к 62 вышел на 400 мегагерц вот 283 доллар он стоил гораздо дешевле до intel который был на тот момент и все в 99 году там начали выходить pentium 3 к 62 плюс к 63 и так далее все но это мы уже эту тему не трогаем потому что основными картами которые мы обозреваем это воду 1 и воду rush вот но и соответственно рива тнт и воду больше вот эти четыре кадра как карты вот они раскиданы как по времени теперь у вас это картинка в голове сложил и теперь когда сформировалась все это был понятен временной диапазон было понятно какие продукты выходили и какие системы были доступны на тот момент я подобрал ну чтобы там просто не сайте уже с ума три системы да какие-то системы естественно первый я взял это классический pentium это mmx 200 это 430 vx чипсет здесь с ядошной памятью здесь 64 мегабайта ну то есть для того времени это в принципе вполне себе жирный вариант 200 мегагерц и мы мы второй платы это стал супер сокет 7 я что-то хотел взять и в петре но потом и намучился с ней это отдельная история поэтому я решил остановиться на беспроблемном али вот здесь к 62 400 мегагерц причем это первый к 62 без плюса который работает с кэш памяти установлен материнской плате у него нет здесь своей там кэш памяти встроенной 2 уровня ну и соответственно там боярский вариант который я взял это 440 bx вот но это уже там для совсем позднего варианта это 440 bx по классике слотовая система и я ее пользовался двумя процессорами то целерон 333 мегагерца и pentium 2 400 мегагерц у меня у которой этот аналог меня с разблокированным множителем но я вам только на 400 мегагерц катал и все вот эти четыре системы я сравнил поскольку на этот период там еще вышла воду 2 воду 2 не стал трогать почему потому что я взял большие вот это уже вторая попытка весьма успешная 3d fx компании создать карту с 2d ядром которая просто была имел абсолютный успех карта вообще супер отличная и несмотря на то что она немного урезанная по возможностям с воду 2 из-за более высоких там частот и памяти ядра она вполне себе показывает практически идентичную производительность воду 2 поэтому смысла отдельно еще тестировать воду 2 я не увидел не не стал ничего трогать но естественно от конкурентов я не стал трогать 128 zx пусть она походится в коробке с миром я в power vr с видео в нее наигрался выше крыши мне просто хватило этих мук с драйверами я взял вот эту от asus это рива тнт 16 мегабайт с жира и все вот эти четыре карты на всех четырех системах я начал катать и сейчас мы посмотрим я вам покажу как все в картинках выглядело после картинок и я все это естественно соберу и в виде там маленькой преза покажу это все это в результатах также покажу результаты я в встроенном инструментарии 3d mark 99 просто все все собрал в единую базу данных результаты тестов там тоже покажу очень наглядно кстати все видно и плюс еще был такой вопрос много комментариев пишут мне по поводу субъективности восприятия игр того времени вот что у меня был там пентюб какой-то там просто супер разогнанный на нем все летало вообще ничего не тормозило не квейк не анрил вообще просто все божественно шло и я просто решил отдельно вопрос закрыть и больше никогда не всплывал я просто покажу как как что на чем играла просто в софтвардном режиме просто большинство людей тогда не видели никаких этих не 3d fx of ничего просто все сидели и в софтовом режиме проходили тупо на из 33 каких писяльных и этот и анрил и их квейк 2 и half-life проходили ну вот и мы детально все это рассмотрим просто в отдельном кусок я не буду делать обзор отдельный вот на все эти железки вы их прекрасно все знаете сто раз видели поэтому давайте перейдем сразу к вот этой результирующей части которую я захватил в результате тестов и посмотрим все эти чудные картины ну я привел тут все скрины со спидсиса вот можете посмотреть там на паузе обратите внимание на показатели пропускной способности оперативной памяти сокет вот это супер сокет 7 и целерона с пентюм 2 насколько они сильно отличаются в общем 3d mark в общем я тут только одну гоночку первую показывал значит видно что уже на пеньке все очень грустно прям даже вот на старте и ничего тут выдающегося нет квейк в тайм демо бегает практически со скоростью игрового процесса непосредственно ну то что видим что он работает то есть на грани то есть играбельности проходит ну понимаю что многие смотрятся телефонов поэтому не разглядывать эти цифры в как будет презентация там в конце с табличками в которой я все эти результаты сведу и покажу need for speed 2 спешил эдишн который с поддержкой глайда видим что на воду карточки все достаточно приемлемо она раше все очень даже коряво вот и видим что там будет болтается как раз 15 16 fps вот на такой скорости видно это очень хорошо когда особенно машинки вот въезжают в город когда появляются дома прям всю эту корявость и очень видно вот сейчас например можете до сравнить анрила турнамент ну вот собственно видим что у нас тут выходит на замке где-то там на одном и том же месте 30 fps на буду и 19 20 на раше и естественно когда там производитель заявлял что разница будет там в 10 процентов не вне пахнет и десятью процентами разница гораздо существеннее вот и точно так же все это выглядит в самой игре вот если мы видим что где-то в районе там 17 20 кадров в секунду болтается на воду на обычном дата на раше все гораздо печальнее то есть там 14 15 кадров в секунду ну по практически четверть до теряется 25-30 процентов реальная потеря производительность на раше но и плюс при условии того что мы и так там получаем еле-еле значение вот то все это очень чувствительность вот это первая версия самой half-life а здесь нету отображения счетчика кадров в секунду поэтому здесь чисто так объективно посмотреть мы видим что игрушка идет коряво на обеих системах на раше вообще очень плохо потому что там действительно такие просадки достаточно там весомы в пустых коридорах ну выравнивается производительность но там и отображать собственно ничего там три тихо с половиной текстуры вот когда заходим как бы более-менее там комнату с источником света там так далее там много всяких детальных объектов из кучи текстур мы сразу видим что rush начинает там сильно проседать и собственно и буду так же но с рашем вообще все плохо теперь это такой сводный экранчик на уже к 62400 вот сразу видно что кто вперед вырывается я не стал делать именно по сплит-скрину друг за другом четыре карты тогда видео просто сказочно бы растянулась вот ну и смотрите насколько быстрее бежит тест в тайм-демо да на баньши и на риве на риве рива вообще чемпион в этом плане она просто пролетает там пулей соответственно нет фоспит второй ну соответственно у ривы нет поддержки глайда я не стал там возвращаться и поэтому я запустил без без картинки с ривы вот ну на баньши все идеально вуду тоже очень хорошо показывает на супер сокет 7 вот а раши он как был собственно тормозом так и остался ничего в нем тут не поменялось но баньши вообще там просто идеально идет вот андрей ну тоже все понятно вот но на самом деле тоже я тесты делал я просто смотрел на это водопад и смотрел средний фпс там за 10 секунд и вносил в табличку вот соответственно у меня все видео от него и пляж ну в общем видим что не хватает здесь собственно все равно мощности платформы этой к 624 100 потому что там где-то на грани все работает у ривы там где-то 25 там 27 кадров у больших там чуть побольше вот ну а товарищи из нижней категории так и остались при своих там 20 фпс раш там своих там 17 18 там вот то же самое и с half-life вот здесь уже версия 11 1.0 тут видно на счетчик fps если из компьютера будет смотреть можете там смотреть какие это детально там более но что детально на самом деле просто тут даже ривер тнт с большие показывают там среднем на 17 20 кадров в секунду это 640 на 480 вот понятно что это не не айс вообще тем более для такого разрешения но гораздо лучше чем на том живу дуараш вообще собственно там аутсайдер по полнейший в этом плане буду еще как там пытается вытягивать там что-то показывая какие-то результаты в районе там 20 кадров в секун вот ну и теперь мы пришли к целерон 303 333 вот на нем тут разительно уже картинка лучше потому что он лучше работает с памятью с оперативной вот и несмотря на то что там по тестам он быстрее вот все равно картинка на целероне гораздо плавнее у тех же карт я также тестил файл реалити вот на этой демке прям видно как лагает основном карточки вот и мы видим что в принципе здесь и на риве и на большие картинка безупречная на буду естественно с рашем но там есть затыки на раш особенно это видно но в общем тут смысла особо комментировать нечего пободрее забегали раш с вуду вот но они так принципе шли даже на пенте им первым вот тнт с большей конечно впереди планеты всей здесь вот на сплите здесь именно сравнение вуду раш и баньши я просто на самом деле извиняюсь забыл просто заграбить картинку с первого вуду вот но тем не менее вот смотрите насколько различие в плавности чисто визуально да как 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 игра идет на цирере на раши и как на баньши на баньши это просто супер картинка она раша просто корявый пенек с него играть даже там сложно потому что там машины реагирует там заторможенной и в общем плохо все очень на анриле все уже гораздо веселее вот рива с баньши показывают отличные там результаты вот а вуду с рашем папа проще в общем ну как бы опять они они без изменений на них уже вот эти изменения все не не сказываются по процессору то есть они опять же там держатся в районе своих 20 fps вуду первые раш держится в районе там 16 и 17 тнт там с баньши вырывается вперед и причем я уже там включил детальные текстуры вот сейчас там картинка там уже изменилась и соответственно видно насколько просел сразу вуду вот он достаточно там сильно уронился в производительности до уровня раша вот а рива с баньши тащит причем на видимо тут я еще баньши даже 1024 на 768 поставил вот но тем не менее значит half-life 2 то же самое 1 вуду и раш без изменений по производительности ничего в них никак это не повлияло вот тнт и баньши подтянулись вперед и показывают уже такой уже хороший достаточно fps тнт там болтается там на уровне где-то там кадров 25 вот а баньши там врывается уже достаточно вперед показывает там местами больше 30 кадров в секунду и на сложных сценах там тоже никаких лагов на этих картах нет ну то есть понятно да все вся канва в том что уже ясно что какой процессор не ставь вуду один не тащит уже раш тем более вот и отдельно даже вот сделал видос как баньши работает в half-life 124768 и здесь он нам уже смело показывает достаточно играбельный фпс там 27 28 кадров 30 кадров в секунду то есть можно спокойно на на даже на целероне 333 играть в халфу на 124768 но это вот боярская система на пентеум 2400 видим что здесь тнт с баньши просто впереди планеты всей эти два товарища как к пазлы так и ползут ну вот ничего особо у них не поменялось здесь аналогично раш притормаживает прям видно когда через арку самолетик пролетает начинаются прям на раши там такие фризы и местами и подлагивает тоже первую воду а на тнт баньши картинка просто идеально вот причем тнт работает в джипе режиме вот надо помнить здесь как бы квейк но тоже пролетел пулей тайм-демо на баньши на первом воду и на раши без изменений вот ну и собственно вот именно на втором пентеум 400 вот смотрите явно видно что производительность рашу не помогает если первый воду достаточно быстро побежал и достаточно гладко ну видно что ну как бы не совсем не совсем гладко но все равно хорошо очень идет то раш просто тормозной пенек так и остался ничего в нем не поменялось ну и сейчас мы уже под подползаем к концу картинок вот анрил вот на пентиум 2 естественно тнт с баньши показывают лучшие результаты вуду 1 и вуду раш опять все те же там 20 кадров и 17 кадров в секунду рив тнт с баньши уже показывать очень хорошие результаты там порядка там 40 кадров в секунду и там и там у них все хорошо и и и специально смотрите высокие текстуры поставил и 124 на 768 отдельно вот риву тнт и баньши поставил вот и мы видим что сейчас на улице там показывает уже сколько там где-то 27-30 кадров в секунду на баньши вот сейчас там на риве тоже увидим вот но так же где-то в районе 30 кадров в секунду но то есть эти две карты практически по производительности достаточно одинаковое более-менее с учетом того что баньши это буду 2 обрезаны вот ну и в half life тоже очень хорошие показатели у этих двух карточек у первой вуду с рашем все все без заменений может там посмотрите по счетчику кадров в секунду ну и отдельненько 124 на 768 тнт и баньши обе показывать себя молодцом все плавненько и красивенько то есть она уже на pentium 2400 можно любой из этих карт вполне спокойно запускать вот игры класса анрила и half-life и первого хорошем разрешении до который можно будет смотреть на сидишь на мониторе так ну и давайте перейдем к разделу палочек и циферок разноцветных вот в которых мы собственно переложим в графике все эти все то что мы сейчас увидели на картинках до final reality 3d на самом деле вот только часть 3d я в подписи на все результаты тестирования прикреплю вы можете потом посмотреть это в циферках на самом деле этот тест он адекватно воспроизводит только наверное старые совсем карточки вуду один вот эти все раши там первые там ривы матраксы ну на более мощных системах ведет себя неадекватно и результаты какие-то не совсем правильно мне кажется дает здесь мы видим что у нас вуду раш почему быстрее чем воду здесь воду на к 62 чуть чуть быстрее чем воду раши ну естественно там большие и тнт врываются вперед на целероне 30 третьем почему-то в космос улетает рива тнт практически там одинаковую производительность показывают все три карта 3d fx вот и и заметили они все масштабируются то есть чем быстрее система тем больше производительность и на pentium 2 400 также всем масштабируется что это на самом деле не является корректным как будет видно дальше наверное все это обуславливается тем что это все-таки теста работающий в режиме директ икс они глайда до родного и поэтому здесь режимы глайдовский они через трансляцию в команды директ 3d работают в неродном режиме поэтому показывают такую производительность но в общем целом я считаю что ну адекватными назвать результаты тяжело но при этом можно оценить работу в директ 3d смотрите в марке девяносто девятом и картина совершенно другая у нас здесь карточки воду до воду 1 и rush смотрите отстают они на 30 процентов где-то здесь тоже эта динамика наблюдается нам что в масштабируемость есть только здесь все вот это пик производительности этих карт я так понимаю что здесь уже к 62 даже многовато я думаю скорее всего пика не достигнут где-то на системе который там pentium 2 300 там или к 6 2 300 для них будет потолок вот больше они уже не не выжмут и все их остальные результаты они вот здесь и находятся в плюс-минус там совсем копейки но это в районе погрешности они практически неизмен причем именно в марке девяносто девятом целерон 333 к 6 2 400 практически одинаково находятся одинаковые результаты выдают причем что большие что рива тнт причем рива тнт отстаёт от большие да и на pentium 2 400 мы уже видим достаточно большой отрыв и рост производительности как и у карточки от nvidia так и на большие до 3d fx вот и в принципе вот эта вся динамика будет соблюдаться и дальше давайте посмотрим квэк джиэль да здесь вообще никаких изменений нет что у первого воду воду rush они все на выдавают одинаковые результаты 25 кадров там плюс-минус какие-то копейки выдает раш и первое воду выдает 28 с половиной двадцать там девять кадров там почти 28 9 но опять же все это время погрешности не на всех системах в квэк джиэль показывают одинаковый результат соответственно тоже самое будет во всех игрушках использующих движок это койль к джиэль и тот же например там какой-то там хексом 2 по моему используют и там подобные здесь у нас по производительности на к 6 2 400 также близко по результатам к целерону есть небольшое отставание на к 6 2 у у большие от аури в тнт сильно вырывается вперед по ним и причем мне кажется что вот именно здесь 59 и 9 кадров в секунду они уперлись в частоту обновления монитора там которым не стоит 60 герц установлены поэтому большие собственно и не выдал такие результаты вот ари в тнт а она уже там я уже подкладываю там был более там новый драйвер джиэль и она соответственно вырвала здесь вперед квэк 2 до 640 на 480 разрешение 8-битные текстуры опять та же картина небольшой прирост вот здесь есть между pentium первым 200 ммкс и остальными до режимами но опять они же все здесь одинаковы практически никаких изменений нету то есть тот же самый потолок производительность который мы упер к 62 отстал вот но на самом деле если вы посмотрите там я делал обзор на систему на super socket 7 да и понятно по обзорам этих систем которые я показывал там перед видео там видно что у к 62 до беда просто со скоростью работы с памятью и это наверное с этим и связано причем здесь рива тнт отстает от немного совсем вот большие вот здесь их практически на pentium 2400 их результаты сравняют это андрил 640 на 480 слоу текстур прирост у нас здесь пронаблюдался только у вуду у первого вот он выкатился на 20 кадров в секунду и больше не рос и не на 1 си что показало что на анриле первый вуду ни на одной системе больше 20 кадров в секунду показать в принципе не мог а это все актуальные системы на на тот момент и более-менее приличные результаты начинал показывать на большие то есть это воду 2 ну что в принципе по времени выхода и соответственно к 6 2 400 отстал даже от целерона целерон там практически на 15 процентов на 15 кадров в секунду у него здесь прирост достаточно большой вот и также смотрите прирост наблюдается какой большой на pentium 2400 то есть даже несмотря что здесь 400 мегагерц и здесь 2400 мегагерц отставание практически в два раза вот что на карты nvidia что он что она большие ну вот такая вот картина получилась half-life но здесь я вот здесь тестировал все здесь windows 95 стоял я взял сам первую версию half-life в ней не включался счетчик фпс а в 95 windows а вот эта версия 1.1.1.0 half-life а вообще не запускалась просто вываливалась ваши подсчитать кадры да на записанной демке удалось только нофта в режиме time-дем удалось только уже на системах начиная с к 6 2 и так же мы видим что к 6 2 у нас отстал по производительности от всех остальных и от целерона не говоря уже о пентеум 2 400 вот но вот эти цифры говорят сами за себя опять же даже на первом воду на на самый вот пик производительность их это 20 кадров в секунду все они больше они уже не вывозят и 640 на 480 поэтому на тот момент они опять же ориентировались вот на вот воду 2 большие что что и риф тнт да вот они вдавали приемлемый грабельный fps то есть если мы там брали даже целерон там пентеум 2300 это была оптимальная система для этих и детальные результаты в 3d марки говорят тоже сами за себя вот смотрите что там видно но вот в 3d марки я все цвел в кучу и собственно все что мы видели на этих графиках и в разборе результатов все это здесь также все это видно то есть у нас практически показания у первого воду и у раши вообще без изменений на всех трех системах на пентеуме чуть-чуть послабее при этом тест процессора думает что у нас к 62 самый быстрый но это видимо из-за технологии 3d на у потому что тесты и поддерживает все остальное выглядит там более-менее правдой но скорость астеризации тоже все все логично вот кстати на game 1 мы видим что у нас есть большие вперед вперед вырывается под по тестам по всем а вот на непосредственно уже вот в game 2 если мы посмотрим на следующей картинке вот то видим обратную ситуацию здесь карточка от nvidia вперед вырывается но там совсем чуть-чуть буквально там на пару кадров в секунду вот у остальных там собственно значение без изменений ну так же там для сведений покажу все вот эти значения филрейт которые там получились я пощелку страницами если хотите там проразглядывайте этому текстурирование размера различные размеры текстур но понятно что там память совсем маленькая у карточек у раша и у первого воду поэтому здесь большие с тнт вырываются вперед бамп мэппинг вообще не поддерживается ни рашему ни первому воду вот и так же вот это имбоса двух пол в два паса также в один пас не проходит вот ну здесь по энд сэмплом везде практически одинаковые трилинейные там фильтрации естественную карт постарше она побыстрее вот ну в принципе уже выводы однозначные и понятные зато из села ну еще там плюс всякие там детальные цифры которые были в 3d марки я их тоже покажу если хотите там на паузе можете поразглядывать вот эти с тестов там уже именно все детальные в табличке значения которые качество картинки я тоже не буду обсуждать в этом видео это ну как бы уже недельная тема и не хочу еще затрагивать вообще по мелким по этим тут особо ничего на не взглядишь ну в любом случае поднять и да дальше теперь давайте отвлечемся от этих всех тестов и попробуем раскрыть тему про объективность восприятия игр в то время как вот уже все видно да из тестов из этих табличек анрил он априори не мог работать нормально на тех компьютерах которые они обозначали минимальными конфигурациями получили там кучу негатива на старте продаж потому что минимально заявленная конфигурация пентиум 166 мегагерц с 30 там двумя мегабайтами памяти двух мегабайтам 2d картой просто вообще не вытягивал эту игру ни в какую теперь вот смотрите я сравнительно взял и на всех системах запустил запустил эту игрушку в софтовом режиме без всяких там 3d ускорителей получился такая картина ну вот смотрите картинка в софтовом режиме без всяких ускорений на первом пентиуме в анриле у нас 12-13 кадров в секунду в халф-лайфе наверно где-то так же потому что все еле-еле дышит даже нам здесь вообще просадки кадров до восьми идут вот так собственно все это и выглядело причем я еще даже пробовал запускал в софтовом режиме анрил голд ну сравнить там насколько анрил голд это уже же на движке анрил турнамент а там даже на пару кадров быстрее очень удивление но вот на самом деле есть на первом пентиум все играли именно вот так никакой тут магии быть не не могло и быть не может смотрите на к 6 2 400 тоже не сильно вперед на самом деле ушли вот первого пентиума то есть мы здесь чуть-чуть вырвались там вперед там ну давай до 17 там 16 18 17 fps в анриле те же самые 17 18 19 болтаются в халф-лайфе заходим сложную сцену и проседает все опять там 10 12 то есть к 6 2 400 тоже не особо тянет хорошо все эти игрушки то в софте смотрите какая у нас сейчас будет картинка на целероне вот а здесь уже все гораздо гораздо бодрее глядите у нас тут уже и 24 fps в анриле и в халф-лайфе у нас тоже бегает уже там 20 кадров в секунду показывает даже 30 местами вот но то есть видите памяти решает здесь количество данных которые гоняются все-таки между видеокартой и процессом все это дело обрабатывать сейчас процессором тут критически важна пропускная способность память на пенсию метал вообще все будет шикарно там просто будет тоже все летать час увидите на самом деле вопрос в чем магия и отвечу магия на самом деле было в церкви монитору которого нулевая задержка вывода картинки и у которого собственно предыдущий кадр немножко задерживался на экране на скорее все дешевого монитора поэтому вам-то на низком в превесе давал ощущение что все круто ну вот мы доползли очень до финала и в общем из этой все кучи материала сумбурный до хотелось бы выделить некоторые моменты первое если собираем ретро-систему на базе пентиум и ставим туда первую воду мы захватываем совершенно маленький сегмент 3d игрушек с поддержкой глайд все они практически ограничиваются теми до с играми в которых есть поддержка глайд нативная и в этом плане первые воду просто изумительные я сразу скажу что вот эта вот карта ну она из себя вообще никакой ценности просто не представляется кроме как коллекционный и использовать ее там в любых ретро-сборках где нам требуется первую воду смысла никакого не имеет потому что все будет работать на костылях каждой игрушке которую мы будем запускать нужны будут какие-то патчи у нас будет унылая производительность и все что мы сможем сделать на ней поиграть первый клейк по-хорошему вот и то насколько мне известно у коллекционеров в подсчете вот именно двухэтажный вариант этой платы они вот это вот доска это достаточно такой примитивный вариант поэтому они на ebay стоят недорого не особо никому не нужны что касается систем на супер сокет 7 хорошая система безусловно на али на mvp тоже нормально если прямыми руками драйвера настраивать но надо иметь ввиду что а джипи там реализован костыльно достаточно это не родной режим поэтому такие карты как там рива да там там тнт а первая вторая крайне нежелательно этих платах используем потому что есть только определенный промежуток дров там по моему начиная с версии 5.6 по моему до седьмой версии как раз в драйверах nvidia позитив была реализована поддержка вот этих а джипи а то али и от в мвп потом ее в дальнейших уже убрали потому что в эволюции там пошла дальше вот а если использовать более поздние драйвера или более ранние то это просто как начинает неистово глючить я просто на этом наелся очень плотно и самый лучший вариант который я рекомендую вам использовать на супер сокет 7 это карта 3d fx это прям будет отличный вариант потому что по сути это не а джипи это писяй в шине а джипи завернутый и это же самое касается там карточек вуду 3 вуду 4 вуду 5 это все писяйные по сути карты и поэтому они не используют никаких там а джипишных фишек они просто гоняют тупо как писяй никаких глюков просто все стабильно работает и к этой карте можно в пару добавить первой вуду зачем да а очень просто ее вообще в винде отключить и использовать только для тех старых игр досовских да с поддержкой глайда которую хотите поиграть например там какой-то шаду варьер там или блат есть там с пачом от 3d fx десент есть и так далее вот в этого все счастье вы спокойно можете из поддос играть с первым вуду все что вы запускать будете из-под винды там half-life там анрил квейк 2 там и так далее то все подобное вы спокойно будете сделать из 98 винды но на какой-нибудь большие вот или там на воду 3 без проблем соответственно на сборке с которой вы хотите запускать досовский игр их там порядка всего 60 штук но если вам прям очень охота их у них поиграть да вам прям must have это вуду 1 в системе но нужно иметь ввиду вуду 1 нормально работать только с шинами до 100 мегагерц включительно это первый момент второй момент она совершенно не переваривает процессоры быстрее 400 мегагерц поэтому самый самый вообще царский вариант посмотрите на канале я делал сборку на pentium 2 вот там вообще изумительный вариант но вам нужно найти вот такой онлокнутый проц p2 у вас получится просто супер отличная тачка которая может работать начиная там со ста от 33 мегагерц до 400 мегагерц и у вас и вы еще там можете шину делать 100 мегагерц 66 отключать кэш получать 376 вот в такую тачку собранную там на каком-нибудь вуду 3 и установленной второй картой вуду 1 вы получите просто полноценную зверь-машину для 3dfx до там 99 года и причем она будет шикарно все тянуть вообще просто отличный вот в pentium 2 многие ставят кстати вуду 2 и ссылай не ставьте это бред потому что ни один p2 400 не раскроет этот слай это будет выше фпс чем там на вуду 3 но это просто будет стрельба из пушки в космос слай из вторых вуду нормально начинает работать на процессоре там pentium 3 от 600 мегагерц все остальное ниже это просто уже не то совершенно ну я надеюсь вот из этого огромной кучи материалов которые собрал и вот вам все это представил вы для себя выводы же сделали наверное с ними согласитесь не согласитесь пишите в коментах давайте обсудим вот и в принципе да я уже наверно уже тему раскрыл полностью объективные субъективные видеокарты поэтому как обычно всем спасибо до новых встреч ставьте лайки там жмите колокольцы я пошел делать следующем видео пробейте ум про и до новых встреч в конце как обычно вам демка из поздней дос эры вот такая замечательная там как кино практически все пока пока до новых встреч а Продолжение следует... 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА